Отвергские медики приняли участие в большой конференции, посвященной оказанию палеоативной помощи детям. Одной из ключевых тем стало оказание такой поддержки на перинатальном этапе, то есть на стадии вынашивания ребенка. Нередко беременные женщины, узнав о том, что у плода несовместимые с жизнью пороки, переживают огромный стресс. Как вести себя в такой ситуации медикам разных профилей, рассказали приглашенные специалисты из столицы. Есть группы заболеваний, при которых палеоативная помощь показана маленькому пациенту. Недавно список пополнил еще один компонент – перинатальная палеоативная помощь. Эта тема стала ключевой на конференции, которая прошла в Твери в детской областной больнице с участием врачей, психологов и представителей благотворительных фондов. Поддержка беременных женщин в состоянии репродуктивного выбора – это важный этап охраны здоровья. Это история, когда женщина, еще не родив ребенка, узнает о диагнозе несовместимым с жизнью. Задача врачей в этот момент – поддержать ее, информировать правильно, чтобы она понимала, что ее ожидает. Перинатальная палеоативная помощь – это не высокотехнологичное что-то. Это скорее этические какие-то вопросы, умение разговаривать с человеком, поддержать. Как должны вести себя с такими пациентками, медикам, рассказали в рамках конференции приглашенные спикеры. Мероприятие организовано в рамках проекта «Особое время – особая забота» при поддержке фонда президентских грантов и Центра акушерства и гинекологии имени Кулакова. Проект охватывает 12 перинатальных центров со всей России. В Тверской области система качественной палеоативной помощи также активно развивается в последние годы. У нас создан реестр палеоативных деток, мы их теперь знаем. У нас функционируют койки на базе детской областной больницы. Мы готовимся к тому, чтобы открыть подразделение палеоативной помощи. Ведем переговоры с иными боготворительными организациями, рассматривая в том числе и на уровне правительства Тверской области возможности организации более комфортной, более удобной хосписной и респисной помощи. Так, палеоативная помощь и перинатальная палеоативная помощь – это целый комплекс мер. Все это должно стать одной эффективной системой, направленной на поддержание здоровья женщины, считают российские медики. А вообще, кроме медицинского и социального аспектов, перинатальная палеоативная помощь является показателем степени гуманизма в обществе.